Геометрию в интерьере. Начнем рассматривать отделочный материал. Очень обширная получилась. Геометрия использовали много лет назад, несколько веков назад украшались геометрически. Но сейчас на ее основе можно изменить и визуально лучшее помещение. Я уже вам рассказывала в интерьере, чтобы сделать его шире, глубже, как-то обыграть пространство. Сегодня немножечко повторюсь в некоторых метах. Все геометрические образы создают какие-то определенные. Так, например, прямой углубой, он символизирует стабильность и основательность квадрата. В основе геометрических фигур был основан стиль живописи. Это все супрематизм. И этот стиль, он перешел в дизайн интерьера, в дабилер, в которые выписаны какие-то черты супрематизма. Или здесь. То есть это геометрический стиль. Так, из выдержки, по сути, матистизма было то, что форма и цвет показывают влияние. Например, впечатлительные меланхолики. Меланхолики подойдут воры стильных поддельных. Время комиссариума больше не нравится, какие яркие, насыщенные краски. Резкость холериков смягчает в интерьере. Флегматикам, наоборот, пойдут больше четкие, угловатые предметные. Также динамические узлы фигуры могут раздражать чувственных ироников. То есть они с осторожностью, впечатлительны и эмоциональны. Например, мягкие оптиками формы идут в вентуальный кабинетик, где она сосредоточится. В плавные линии расслабление элементов узора может быть как строгое, так и хаотичное. Строгое вызывает ощущение и холерику. А хаотичные рисунки, они динамики и движения, и подойдут, например, к флегматикам. Мы уже с вами говорили про полосы в интерьере. О том, что полоса может быть... Например, вертикальные полосы на стене, они не зрительно понимают долог. Они могут, как, например, удлинить помещение, расширить его. Также не стоит забывать о том, что если вы хотите визуально сделать комнату шире, используете горизонтальные полосы, то эти горизонтальные полосы... ...потолка, а вертикальные полосы, в то время как они обнимут потолок, они сделают у вас помещение. То есть нужно быть осторожным. Полоса, в принципе, может быть как активная, как на этом рисунке, так и, в принципе, не такая заметная. Как, например, здесь мы видим деревянную стену. Полоса заметна, но, в принципе, она не бросает глаза, но она все-таки делает свою работу, задает какое-то направление, динамику и задает пропорции помещения. Здесь мы видим не просто полоса, она идет рисунком достаточно. активная и контрастная. Тут уже более такой спокойный вариант. Он не берет на себя много внимания, но достаточно интересный эффект создает. То есть полосой можно играть. Следующее. Это квадраты в интерьере, квадраты в прямоугольнике. Это то, что помогает успокоить. Квадраты в интерьере. Квадраты часто используются в классических интерьерах. Например, квадратные ковры на полу, они создают ощущение законченности. Квадратные интерьеры, они более такие строгие. Здесь мы видим, что использование именно прямоугольных форм, строгое, делает интерьер достаточно таким строгим. Квадраты могут использоваться как в каких-то горе полка, как в оформлении стен. Следующее. Это зигзаг. Видим на картинке слева. Но они делают это активнее. Если мы делаем 15 сантиметров, то использование зигзага уже поднимется на 40. зигзага может использоваться в небольших моментах, например, в ковре. В среднем методе можно найти спальни, гостиных, очень много мебели с кембором. Если хотите именно конкретно такой узор найти, то ищите не зигзаг, не зигзаг. Так этот узор называется... ...как здесь. Это дерево. Там паскалечка на ней. Тоже зигзаг. Если зигзаг будет более моноцветный, уже не будет на себе... ...не будет таким активным, прощищащим, неплохо его использовать в каких-то... ...в какой натреях, например, в спальне, отлично будет смотреться. Следующее. Это круги и овалы в интерьере. Овалы всегда в гармонии. В самых различных формах и видах. То есть здесь мы видим... ...это форма стены полукруглая, которая обыграна на потолке конструкции. На полу ковер круглый. То есть все поддержано. И смотрится достаточно гармонично, уютно, спокойно. ...не стоит переборать... ...например, уравнивать... ...квартирующие с прямовой... ...мебелью со строгими формами. Это уже сразу задаст немного другой тон интерьера, немного другое настроение. С использованием каких-то отдельных элементов. То есть если кто-то будет встречаться... ...в мебели, в покрытиях стиль с кругами, то это будет слишком гармонии и грамотном сочетании. Но опять же мы видим, что здесь все уравновешено. Это закругленный портал, вход. Круглая конструкция на потолке, деревянная, но в то же время прямоугольный ковер и прямоугольное членение стен. Квадратные рамы. То есть здесь все гармонично. Коллекция с круглыми обоями, с круглым рисунком. И его повторяет текстиль. Тоже очень интересно. Здесь интересное сочетание формы. На полу треугольники, в то время как подушки и декор на стене круглый. Но за счет интересных цветовых сочетаний форм смотрится очень здорово. Продолжение следует... Она будет привлекать к деревнему. Хорошо с ней. Вот, спектакль по фактурам. Хорошо. Хорошо. Только в качестве декора, не в качестве... К ним лучше добавить какие-то акценты в виде мебели, которые будут поддерживать рисунок по цветам, например. Плиток с такими рисунками. А также геометрия... Например, в светильниках... Геометрия..... ... ... которую я вам говорила. Между поверхностями, поэтому этот прием тоже можно использовать. Например, здесь вы видите, что рисунок перетекает на балку, и выступ уже не так заметен. Можно использовать этот прием. Здесь, в принципе, очень интересно. Смотрится ковер в достаточно стильном интерьере. Он задает динамику. Но, в таком случае, лучше с собой корень, а кто-то, кто легко меняется. айтись таким рисунком то могут а либо какой-то геометрический только не стоит размещать такие предметы а в фоне а ляпистых стен не должны выгодно смотреться много разных физических рисунков а Продолжение следует... 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 Обои бывают структурные, то есть они полностью сделаны из флизелина. Полностью флизелиновые. Это в качестве основы флизелин. И в качестве основы флизелина вы можете встретить виниловые обои на флизелинной основе. Они сейчас в последнее время очень популярны. Следующие. Виниловые обои могут иметь бумажную основу, в которой в большей степени не зависит от характеристики обоев в целом. Виниловое обои дает возможность воспроизводить любые рисунки и рельефы. Узоры существуют. Питер Бетербург и Петербург. И большая плода в специи имеет фактуру аллоплодной шелкографии. Она больше похожа на стиль и производит горячий шелкографий. Виниловые ободки очень много имуществ, их можно использовать в ванных комнатах. Конечно, в каких-то ремонтах, надгообразие дизайна, винил и легкие в уходе, то есть их обои часто пачкаются. Можно отнести то, что считают, что в детских комнатах и в спальнях. А в других комнатах их лучше использовать при условии частых проветриваний. Это можно. Можно любое. Большое преимущество выше. Они прочнее. Они могут быть снижены, но и снижены. 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 Облагодарить. И. визуальный эффект как преимущество можно так как обои дышат с использованием спать другим конечно порядок Они боятся влаги, соответственно, не подойдут для ванку и для кухни. Также они уже сложнее. Используют в себе качество этих и других. Следующее. Большой факт обоих. Любой рисунок. Используют в себе качество этих и других. Используют в себе качество этих и других. По обоим какие-то вопросы? Используют в себе качество этих и других. Бывает фактурная и структурная штука. И третья это флот. Это фактурная и структурная масса с добавлением различных мелких камушек. Используют в себе качество этих и других. И создать у себя дома много разных покрытий. Способов нанесения штукатурки. Разных рисунок. Цветовая гамма. Вы можете получить любую сеть. Любую сеть для штукатурки. Если издать более индивидуальный и неторимый сумм. Следующая – это венецианская штукатурка. Если у фактурной структуры у нее более грубая текстура, как, например, тот же травертин, у нее такая грубая текстура с ямками, либо... Тоже такой яркий пример. Это вот именно грубая структурная штукатурка. Я сейчас пока расскажу, а потом на вопросы отвечу. Например, венецианская штукатурка, она более... Тут мелкие частицы, которые создают вкладки рисунок, плюс венецианская штукатурка, она очень красиво переливается. Ни одна графика может передать именно эту текстуру. Это покрытие фруктором. Мне нравится, пока еще не нарабатывается, она очень красиво смотрится. Достаточно современная разработка, не так давно используется. На стену уже не наносят слой. Это клеевая база, цветные хлопья, или фруктор, другому называют, который выполняет защитную фруктор. Также у нас смешивается хлопья на цвету. Давайте, давайте, нашу фруктор покрытие. Как-то так оно выглядит. Ну, может быть, кому-то и понравится. По поводу штукатурки и жидких обоев. Жидкие обои, я вот сколько работаю, никогда ими вообще не пользовалась, и никогда этого не встречала. И, по-моему, это уже в прошлый век устаревший. Штукатурка по себе где-то рискаться не будет. Если дом не появился, еще не сел, то будут резкости стены, а не штукатуры. А сама штукатурка по себе, она одна из самых вообще убиваемых покрытий для стен. Поэтому, какие-то, может быть, плохо нанесли эту штукатурку. Масса или, на самом деле, новый дом, если на еще в воде. Поэтому худший. Масса или, на самом деле, многое, что нравится. Да, белая плита с ярким полосом. С какими-то яркими акцентами. Ну, и стильно оно тоже. Я, например, не так давно тоже могу показать. Секунду. Такая уже классика стала. Ну, вот, да, как раз яркие акценты. И так, как мы по-настоящкам. Прямо очень яркую ванную. И сошлись на таком решении, что белые стены с яркими акцентами, все белое. И, в принципе, очень интересно должно получиться. Так, по поводу штукатурки. У нее очень много достоинств. Я думаю, недостатков. Во-первых, она носит цвета. Она носит керпинч, дерево. И также она используется... Делки так и для внешней. Потом штукатурка открывает болезнь и федерин. Но, опять же, под штукатурку должна быть очень хорошая подготовка стены. Это особенно для поверхности. Идеально ровно. И это очень важно. Там не должно быть никаких трещин. То есть, промежуток времени. Также декоративная штукатура обладает техническим повреждением и высокой ударопрочностью. Потом вода не промежутка. Она далеко умоется. И очень часто штукатурку используют в комнатах. Так как она не боится влаги. Применять совершенно разные рисунки. Так же, в принципе, она сравнима с определенными категориями обоих. Нанесена, какого, в принципе, можно менять цвет, цветовое решение, которое будет оставаться. По штукатурке еще какие-то вопросы остались? У вас будет хост. Какого-то растет и может третеснуть. Но тут нет такого решения. Все... Можно так использовать. На самом деле, это не такие частые... Будут... Такие бумажные, на них будет... Если обоих будут толстые, виниловые или флезелинные, возможно, не угадаешь. Но люди не боятся покупать новые квартиры, в новых домах. Там тоже решение. Клеят обои. Делают... Есть всегда возможность, вероятность того, что что-то случится. Могут тренаны. Могут картическая зеленька. Потом какие-то зелень. Декоративный камень. Какой-то искусственный. Но этого, конечно, не будет видно. Если у вас что-то потрескается, то вы этого не заметите. Но... Не во все... Во все интерьеры это подойдет. Не таких материалов. Поэтому... Единый вариант. Все. Также... Плюсы и минусы. Плюсы... Это... То, что... ...всю цветовую гамму, которая возможна. Вы можете подбирать оттенки и создавать свои собственные интересы. Вы ограничены какими-то коллекциями. Формы рисунки... Так же... ...всю цветовую гамму, которые вы можете поменять, перекрасив стены в другой цвет. Можно отдать... ...всю цветовую гамму, которые вы можете поменять. Если... ...всю цветовую гамму, которую вы можете помнить. Также водостойкая краска, моющаяся, может использоваться, поэтому у покраски достаточно много плюсов и минусов. Из минусов это то, что подготовить системную покраску, а процессор будет по поводу закрасить черный цвет белым или другими. Вот как-то не пыталась, если честно, еще. Но я думаю, что если мы будем к краске белой, то вполне закрасится. Ничего не важно. Но можно в любом... На самом деле, одна из лучших красок это Бенджамин Мур, но ее не все можно купить, я бы ее рекомендовала. Плюс очень неплохая краска, можно ее попробовать. То есть у них есть несколько зановых категорий. На любой кошелек можно купить эту краску. Как будто курила она такая, а у нее ухажаемая текстура. И легко можно ее обновить, помыть. Поэтому я бы советую вам. Но если белый мой, то курил, в принципе. А у них у всех красок совершенно не так, поэтому выбирайте. Да, потом есть... Но Дженни опрендовала. У нее оппазон повыше. А качество, я бы не сказала, что лучше. Трудоемкое. И важно также выровнять стены. Подгаскивать склонок листик. Сейчас не самый простой. Это гораздо легче. Что еще? Хорошо. Еще из-за минусов. Урапочной и нойзной. В принципе, вы можете легко обновить краску. Легко помыть. Он может смываться. И при каких-то ударах остаются помятины на краске. То есть это, в принципе, с любыми покрытиями. Также из краски вы можете создавать различные узоры, как я уже говорила. Плюс в последнее время очень популярен этап в интерьерах. То есть это градиент, краска, стен. Очень здорово и интересно смотрится. Краски. И это... Продолжение следует... 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 Друзья, спасибо. Друзья, спасибо. Если она разделена, то с ними ничего делать не нужно будет. Спасибо. 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 Спасибо.